Слово к девственницам, жившим вместе с мужчинами. Хотя ты не говорила и не произносила тех слов, блудницы, приди и поваляемся в похоти. Притя 7.16 Не произносила языком, но говорила видом. Не произносила устами, но говорила походкою. Не приглашала голосом, но приглашала яснее голоса глазами. Хотя пригласив, ты не предала саму себя, но и ты не свободна от греха, ибо и это особый вид прелюбодеяния. Ты осталась чистой от растления, но телесного, а не душевного. И у тебя совершен грех вполне, если и не через совокупление, то через зрение. Для чего же, скажи мне, ты приглашаешь проходящих? Для чего воспламеняешь этот огонь? Как ты думаешь быть чистой от греха, совершив его вполне? Ты сделала совершенным прелюбодеяние того, кто пролестился этим твоим видом. Как же ты можешь не быть блудницей, когда дело твое оказывается прелюбодеянием? Ибо его неистовство есть твое дело. И всякому известно, что делающее других прелюбодеями никогда не может избежать наказания за прелюбодеяние. Ты изощрила меч, ты вооружила десницу, ты вооруженную десницу направила в несчастную душу. Как же ты можешь избавиться от наказания за это убийство? Скажи мне, кого мы ненавидим и отвращаемся? Кого наказывают законодатели и судьи? Пьющих ли ядовитые вещества или вливающих их в чашу и приготовляющих их, и своим искусством погубляющих других? Пьющих не жалеем ли мы, как потерпевших вред, а тех не осуждаем ли единогласно? И недостаточно для них сказать свое оправдание. Я не притянил вреда самому себе, а погубил другого. Но за это самое они и подвергаются более жестокому наказанию. А ты, несчастная и жалкая, приготовив такую гибельную чашу, предложив и подав это зелье, когда тот уже выпил и погиб, думаешь, оправдывается тем, что ты не сама выпила, но предложила яд другому. Притом вы настолько тягчайшее в сравнении с теми продавцами яда потерпите наказание, насколько и смерть здесь тяжелее. Вы умерщляете не тело только, но и душу. И те часто делают это или по вражде, или по гневу, или по нужде в деньгах. А вы не можете прибегнуть и к этому предлогу. Ибо ни с врагами, и ни с обидевшими вас, и не нуждаясь в деньгах вы так поступаете, но из одного только тщеславия шутите чужими душами, находя в смерти других собственное наслаждение. Впрочем, я не знаю, как я стал говорить об этом, имея в виду другое. Почему надо бы возвратиться к тому, с чего я начал. Как будто вышесказанно недовольны для посрамления всего женского пола. Они выдумали еще нечто больше того. Но пусть никто не думает, что это сказано обо всех. Я не так жалко, чтобы все смешивать и сливать. То, что было говорено и что будет сказано затем, относится к виновным. Как будто вышесказанно недовольно было для вреда, они еще, принимая к себе некоторых мужчин, вовсе им незнакомых поселяют их вместе с собой и живут вместе с ними все время, как бы показывая через это и через вышесказанное, что они приняли девство против своей воли, уступив крайнему насилию, почему и утешают себя за это насилие и принуждение. И даже при случае, не говорят ли о них еще хуже, их друзья и родственники? Как могут такие еще жить или дышать, а не расторгаются пополам, или не погребаются живыми вместе с самими сожителями? Так, между многим прочим, все говорят и то, будто в домы детственниц каждый день уже приходят и повивальные бабки, как бы к рождающим, если не для того, чтобы ходить за родильницей, а бывало с некоторыми и это, то для того, чтобы разведать, как бы о продаваемых служанках, которые из них распленные, которые не распленные, при этом будто одна легко соглашается на осмотр, а другая не соглашается, и таким образом остается посрамленную, хотя она и не распленная. Одна обличается в этом, а другая не обличается, но и это не меньше той подвергается стыду, потому что не могла по образу своей жизни оказаться достойной доверия, а имела нужду в свидетельстве после осмотра. Каких это недостойно слез, каких недостойно смертей? Кто будет столь каменным и бесчувственным, чтобы не возмутиться, не воспоминяться ревности и хинееса? Он, если бы в то время увидел такой срам, то не пощадил бы их, а совершил бы то же самое, что сделал тогда с младенитянкою, числа 25, 8, 14. А мы, которые не позволили извлекать меч и пронзать копьем таких грешников, хотя чувствуем тоже, что чувствовал этот святой муж, но не делаем того же, облегчаем скорпиночи воздыханиями и слезами. Придите же, плачьте и воздыхайте вместе со мной, все вы, которые чужды этого срама, ибо те жалкие несчастные, может быть, страдают между прочими болезнями и бесчувственностью, а вы, ведущие такую добродетельную жизнь и удостоившиеся быть в брачном чертоге с женихом, имеющие горящие светильники и украшающиеся досточтимым венцом девства, лучше всякой царской диодимы. Плачьте вместе с нами и горько воздыхайте. Это немалое врачество и к исправлению тяжко больных и к утешению оплакивающих их болезни. Это сделал некогда и жених ваш. Так в длинном на Иерусалим, не спадший до крайней степени погибели, уже не имеющий возможности восстать от болезни, он заплакал. И при Исаиде он уже не предлагал ни увещания, ни знамени, но только выражал сожаление, неоднократно повторяя горе этим городам, как мы поступаем и при умирающих. И блаженный Павел, подражая своему учителю, во всю жизнь не переставал оплакивать падших и остававшихся в этом падении, не хотевших восстать. И так горько, что даже с некоторыми сильнейшими выражениями говорил об этом в послании кремлянам. Для меня великая скорбь и непрестанная болезнь сердцу моему. Желал бы я сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, израильтян. Видишь ли, как кразительны эти слова, какую представляют они болезнь сердца. Хромлющих и бедствующих изверных он оплакивал так, как бы сам находился в таких же бедствиях. Кто изнемогает, говорит он, чтобы и я не изнемогал, и кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Не сказал скорблю, но воспламенялся. Желаю выразить словом воспламенение, нестерпимость и чрезвычайность скорби. Будем же и мы подражать и нашему владыке, и подобному нам рабу. Немалая будет нам награда за эти воздыхания и слезы, равно как немалое осуждение от Бога будет тем, которые без сожаления смотрят на бедствие собственных членов. Первое можно узнать от терпеливающего шамужа в Иезекииле, а второе от блаженного Михея. Так первый говорит, что когда иудеи достигли крайнего нечестия и уклонились к злопоклонству, то Бог повелел дать знамение на лица стинающих и болезнующих о бывшем Иезекииле 9.4, ибо не только нужно воздыхать, но и болезновать. Хотя они ничего не сказали и не сделали для исправления совершавшихся грехов, но когда они только оказали должность со своей стороны, то и были почтены такой честью от человеколюбивого Бога, что удостоились и безопасности, и великой славы. И пророк, между прочими грехами, как-то чревоугодием, пьянством, пристрастием, к намощению ароматами, привел и этот грех несострадание, сказав так, не болезновали о бедствии Иосифа, амоз 6.6. И жителей города Инана пророк за то же осудил, говоря, не вышли плакать о доме пострадавших близ вас. Если же тогда, когда гневается Бог, не сострадающий наказуемым, осуждается, то не сожалеющий, а впадающий в нечестие, какого удостоится прощения. И не удивляйся, что нам должно сожалеть и наказуемых, когда наказывает их Бог, ибо и сам наказующий Бог не желает делать этого. Не хочу смерти грешника, говорит он. Итак, если наказующий не хочет наказывать, то гораздо более нам нужно сострадать наказуемым. Может быть, таким образом мы обратим их, может быть, еще спасем их, даже если бы они и погибали, мы все-таки будем употреблять имеющееся у нас врачебство. Будем плакать и воздыхать. Не собирая сон, мы женщины, окажем наедине и сам по себе, без них. Если хотите, я и начну с вами эту плачевную песнь, я не стыжусь сделать это вместе с Еремией, Исаием, Павлом и прежде всех их с Господом. Начнем же, как начинал Христос и скажем, «Горе тебе, душа! Какой ты призвана чести, человеколюбием Божьим и какое получишь место за свое нерадение! Горе тебе, потому что Он привлекал тебя в духовный брачный чертог, а ты, отринул эту славу, низверглась в огонь дьявола и в нестерпимые мучения, где плачет, скрежет зубов и где нет утешающего и простирающего руку помощи. Но все мрак, тянание, смущение и страдание, не имеющие ни облегчения, ни конца. Все это причинило тебе любовь к миру, предпочтение земли, небу и нежелание слушаться голоса жениха, непрестанно убеждающего нас не иметь ничего общего с настоящими делами. Кто тебя, жалко и несчастное, будет жалеть тогда? Ибо хотя бы ты увидел самого Ноя, спасшего весь дом свой при общем потоплении вселенной, и устоявшего при таком гневе Божием, хотя бы Иова и Даниила, и вместе с ними Моисея и Самуила, хотя бы патриарха Авраама, никто не подаст тебе тогда руки помощи. И хотя бы ты была их родственницей, хотя бы дочерью, хотя бы сестрой, хотя бы возносила моление, подобно тому богачу, все это будет напрасно и тщетно. Как спал ты с неба Дениса, сын Зари, Исаия 14-12, но имевшая возможность сиять светлее самых лучей солнечных, как ты осталась одинокою, и не погрешил бы тот, кто большую часть светланий, произнесенных о городе Иерусалиме, отнес бы к этой пленной душе, плененной хуже того города. Впрочем, может быть, довольны этих светланий, довольны того, что сказано в Писании в нашей книге. Иначе нам не достало бы времени, чтобы по надвижащему оплакать душу, страждущую такую болезнью. Ибо что прежде всего оплакивать? То ли, что достачтимое святое и великое имя Божие через вас хулице у язычников и слава его унижается? Или то, что столь почтенное и великое дело подвергается презрению? Или то, что многие души падают от таких соблазнов? Или то, что и здравая часть вашего сонма очерняется нечистою молвой о вас? Или то, что вы воспламеняете неугасимый огонь для себя самих и для своих сожителей? Но откуда все это следует? Скажите вы, когда мы можем доказать, что у нас тело нерастленно и не подвергалось блудодеянию? Такое доказательство будет ясно не теперь, особенно тогда, в последний день. Знание и искусство поевальной бабки может видеть только то, что подвергалось или тело совокуплении с мужчиной. Но чисто ли оно от постыдного прикосновения и от прелюбодеяния и растления посредством лапзания и объятий? Это обнаружится в тот день, когда живое Слово Божие, открывающее сокровенное помышление человеческое и присущее при совершенном тайнам представить все обнаженным и открытым предвзорами всех. Евреям 4.12 Тогда мы хорошо узнаем, чисто ли от этого тела твоей, вполне ли нерастленно. Впрочем, не будем спорить и состязаться об этом, но положим, что оно выше всех тех сетей и чисто во всех отношениях и свободно от всякого повреждения. И пусть детственница будет девою. Как же это относится к сказанному нами? Ибо всего ужаснее достойно множества слез то, что она, тщательно соблюдая свое тело во всех отношениях, перенесла столько труда и весь труд свой сделала тщетным и старания свои напрасными, подав повод к хуле на Христа. И, седя свою плоть, она не охранила славы Божии. Но для того, чтобы тело ее осталось неприкосновенным, она употребила все меры, а о том, чтобы он не был оскорбляем и посрамляем многими, нисколько не заботилась. И, о, если бы она не все делала и предпринимала, чем унижается слава Божия. Но как же, скажешь, я делаю это? Поселяя мужчин вместе с собой в доме, постоянно держа их при себе. Если ты желаешь иметь сожителями своими мужчин, то тебе следовало не девство избрать, а вступить в брак. Тебе гораздо лучше для этого вступить в брак, нежели девствовать таким образом. Брак, а ни Бог не осуждает, ни люди не укоряют, ибо это дело честное, никого не оскорбляющее, не поражающее. А такое девство при сожительстве с мужчинами осуждается всем и больше прелюбодеяния. Потеряв свое значение, оно упало низко и даже ниже самой пропасти прелюбодеяния. Ибо заботящиеся не о Господнем, но делающие многих людей прелюбодеями, никто не станет считать ни между девами, ни между замужними. Это заботится о том, чтобы угодить одному мужу, а ты весьма многим, притом близким к тебе не по закону брака, а некоторым другим образом порицаемым и осуждаемым всеми. Посему я боюсь, чтобы ты была отвергнута той и другой стороной и не оказалась причисленной к бесчестным женщинам. И по самому названию твоему, если бы кто захотел определить это состояние, мы также не в состоянии были бы возразить что-нибудь. Ибо когда в собрании, на площади или дома зайдет речь о таких девственницах, то разговаривающая об этом непристойном сожительстве, желая указать принадлежащую такому-то, называет ее не матери его, ибо она не родила его, и не сестрой, ибо они не произошли из одного чтения, и не супруга, ибо она живет с ним не по закону брака, и не другим каким-нибудь названием родства, из-за звольных установленных по закону, а названием постыдным и смешным. Я не хотел произносить его, так я ненавижу самое это название, отвращаясь от него, так противно мне даже самое наименование этого сожительства. Но ты не рождала и не испытала болезни рождения. Что постыднее такого оправдания? Что достойнее сожаления того, когда девственница хочет доказывать свое девство тем, к чему могут прибегать и многие женщины из блудниц? Но те развратницы, скажешь, отличаются другими признаками. Какими, скажи мне, другими? Внешним видом, взорами, походками, любовниками, которых привлекает к себе? Хорошо, ты изобразила нам черты блудницы, но посмотри, не коснулась ли ты прежде нее самой себя этими чертами и признаками? Потому что и ты привлекаешь к себе многих таких же поклонников и такими же сетями. Хотя ты не стоишь около дома, зазывая проходящих, но ты постоянно держишь мужчину себя в доме, что гораздо хуже. Ни для чего иного, как для того, чтобы доставить непристойное удовольствие им и себе, хотя и непосредством совокупления? Какое же в этом преимущество, когда и взаимное лицезрение производит то же самое? А если этого нет? И если вы не совершаете такого прелюбодеяния, то для чего ты держишь его дома? Какую искаешь нам справедливую и основательную причину? Замужний может указать на брак, блудница на любодеяние, а ты девственница? Какой представишь нам благовидный и справедливый предлог? 276. Но скажет, чего ты домогаешься, когда сожители и не спят, и не совокупляются с нами, как бывает с теми? И на это особенно указывают многие. Но не на свою ли голову они говорят это? И только ли на свою голову? Это мы исследуем после. Уже ясно было доказано, когда мы говорили к мужчинам, что не только злословище, но и представляюще пустые предлоги достойны наказания, положенного за злословие. Впрочем, это еще мы объясним в другой раз. А теперь я спрошу тебя о причине такого сожительства, если можешь какую-нибудь представить. Я немощен, скажешь, я женщина, и не могу одна удовлетворять своим нуждам. Между тем, когда мы обличали сожителей ваших, то слышали от них противное. То есть, что они держат вас для услуг им. Отчего же вы, имея силу с избытком оказывать услуги даже мужчинам, не могли бы помогать самим себе, женщинам, а нуждались бы в других. Как мужчине с мужчиной, так и женщине с женщиной легче и удобнее было бы жить вместе. Но если вы бываете полезны для служения мужчинам, то гораздо более вам самим. В чем же, скажи мне, может быть полезно необходимо сожительство мужчины? Какие он может доставлять вам услуги, которых женщина не могла бы доставить женщине? Ткать основу вместе с тобой, испытать нитки и пряжу, неужели он сможет лучше женщины? Напротив, он хотя бы и хотел, не сумеет принять за что-нибудь подобное, если только этому теперь не научили вы их. Это дело одно только женщины. Или вымыть одежду, зажечь огонь и согреть горшок? Конечно, и это не хуже, но еще лучше мужчины может сделать женщина. В чем же, скажи мне, полезен для тебя мужчина? Когда вообще нужно продать что-нибудь или купить, но и здесь женщина полезна не меньше мужчины. Об этом может свидетельствовать и торжеще, и все, что желает купить одежду, покупающую большей части от женщин. Если же девчине стыдно стоять на площади для такой торговли, как и действительно стыдно, то не гораздо ли стыднее жить вместе с мужчинами? Впрочем, и первого менее постыдного, нежели последнего можно избегнуть. Я предложил бы поручать все или молодой прислужнице, или способным на это старушкам. Отсюда видно, что вышесказанно есть предлог и отговорка и прикрытие слабости. Какое, скажешь, слабости прикрытия? Если бы я пожелал иметь мужа и вступить в брак и вести такой образ жизни, то кто вас препятствовал бы мне? Разве не позволительно сделать это свободно, не оскорбляя Бога и не подвергаясь осуждению и укоризмам от людей? Это и я говорю. И это не столько твои, сколько мои слова. Но теперь надо бы сказать, в чем тебе может быть необходима помощь мужчины? Или, если не можешь объяснить этого, изгнать непристойного сожителя? Ибо иначе тебе невозможно избавиться от позора. А то, что ты сказала, не столько твои слова, сколько тех, которые жалеют о твоей неблагопристойности. Итак, хотя бы тысячекратно полезно было для тебя служение мужчины, и тогда не следовало допускать его с таким позором. Ибо когда унижается слава Божия, то не должно быть никакого предлога столь внушительного, чтобы оставить без внимания такое зло. Даже если бы предстояло умереть тысячу раз в день для того, чтобы этого не было, следовало бы подвернуться этому великою радостью, а не только не оставлять без внимания такое зло для своего спокойствия и мирской пользы. Послушай, как Павел трепетал и сильно боялся этого, когда говорил, для меня лучше умереть, если бы, нежели кто отнял мою награду. 1 Коринфянам 9,15 Для того, чтобы не уничтожилась похвала его, он решался умереть, а мы для того, чтобы отклонить соблазну, не хотим презреть и малое удовольствие. Как же мы можем когда-нибудь спастись? Притом неравное дело, даже нисколько не близкое, лишиться похвалы и подвернуться осуждению. Он не оскорбил бы Бога, если бы и так случилось, потому что сам Бог повелел ему от благовестия жить, и однако он предпочитал лучше умереть, нежели сделать отщетным свое доблестное дело. А мы везде нарушая установленное и зная, что потерпим за это величайшее наказание, не хотим оставить даже неуместной и пустой привычки. Какое же будет нам прощение? Хотя бы для многих нужд требовался только мужчина, но от этого происходил бы такой позор, что надлежало бы, как я выше сказал, решиться лучше умереть, нежели допускать это. А если еще удобнее и легче исполнить все посредством женщины, то какое будет прощение вам, то ли изнеженным и небрегущим о своем спасении? Скажи же мне, когда он оказывает тебе услуги, то не станешь ли ты сама в чем-нибудь услуживать ему? Это для всякого очевидно. Но не гораздо ли было бы лучше не воздавать ему тем же и не принимать от него услуг? И то время трудов, которые ты тратишь для доставления ему спокойствия, лучше употреблять на успокоение самой себя, нежели принимая на себя тяжкие труды, еще срамить свою честь. Но скажешь, ты не оказываешь ему никаких услуг. Тогда нужно думать, что он сам себе служит во всем и постелает постели, варит и сжигает огонь, исполняет другие подобные дела. Но так служить не согласится и раб ничего не получающий себе от господина. Но он скажешь, переносит все по страху Божию и ради назначенной за такое служение награды из благодарности уничижается, не получая себе от нас никакой пользы. Чем же наконец мы заградим уста бесстыдных? Хотя бы приписываешь ему такое благочестие, и хотя он так страшится и боится повелений Божиих, что смотрит на себя смиреннее всякого раба и доставляет тебе все, не получая сам от тебя ничего. Но прежде всего этого ему надлежало позаботиться о чести и славе Божией. Теперь же странно одной и той же душе и в одно и то же время оказывать уважение и презрение к повелениям Божиим. И то страшиться их, то не обращать никакого внимания на оскорбление самого и при этом трудиться, изнуряться, уничижать себя и своими трудами доставлять спокойствие другим, свойственны душе весьма любомудрые и возвышенные. А не унижать славы Божии и не делать того, за что он хулил, чтобы многими, это доступно для многих и не весьма великих душ. Как же мы поверим тебе, что ты для Бога и по усердию к подвижничеству делаешь то, для чего требуется великая и бодрая душа, когда как не хочешь отстать от того, от чего может отстать душа низшая и обыкновенная, ты не хочешь отстать от того, чем оскорбляется Бог, и будто бы отдаешь и тело, и все за то, что не угодно ему. Кто же может поверить этому? Впрочем, не знаю, как я перешел от девственниц к их сожителям, посему опять нам нужно обратиться к девственницам. 278.1 Итак, каким образом мы будем в состоянии убедить высказывающих такие возражения и рассуждения? Не нужно, скажешь, убеждать их, но свойственно ли это душе благочестивой? Тогда следует оставлять без внимания говорящих худо, когда мы не подаем им к тому поводов. Даже и тогда не должно, если мы можем заградить им уста. Если же все дело зависит от нас, то и весь огонь обращается на нашу голову. Ибо так, говорит апостол, согрешая против братьев и унижая их немощную совесть, вы согрешаете против Христа. 1 Коринфянам 8.12 Он знал, точно знал, что немощь, соблазняющаяся, не только недостаточна для нашего оправдания, но она особенно и служит нашему осуждению. Ибо чем более мы чисты от соблазнительного дела, тем более нам следовало бы щадить немощь их. Я не утверждаю, что они соблазняются не без причины, но положим даже, что они соблазняются неосновательно. И тогда не нужно презирать их. Этому научил нас Павел в послании к Риллину, сказав так, ради пищи не разрушай дело Божие. Хотя бы кто соблазнялся неосновательно, однако он осуждает не соблазняющегося, а производящего такой соблазн. Как я и прежде говорил, так и теперь скажу. Когда может произойти какая-нибудь великая польза, и при том превосходящая соблазн, то не нужно обращать внимание на соблазняющихся. А когда не может быть ничего больше, кроме соблазна немощных, то хотя бы они соблазнялись тысячу раз неосновательно, надо б нащадить их. Ибо и Бог осуждает наказание тех, которые соблазняют и подвергают падению, потому что соблазнять другого без всякой пользы дело крайне нечестивое. И мы видя, что кто-нибудь сделался раздражительным от продолжительной болезни, скорее удаляем из дому тех, кто безвременно раздражает его, даже не исследуем справедливо или несправедливо они делают это, и не принимаем от них никакого оправдания, а жалея больного вполне прощаем его по причине немощи. Хотя бы он и несправедливо раздражался. Если же мы оказываем такое попечение и о рабах, и о детях, даже сейчас наказывая и сына виновного в этом, то тем более Бог благие милосердые и снисходительные сделает это. Что говоришь ты? Соблазняющийся немощен, поэтому он и достоин пощады, а не поражения. Он имеет раны, поэтому мы не станем расстравлять их, а лечить. Он подозревает злобный безрассудно, поэтому мы и будем устранять подозрения, а не усиливать. Ибо делая вопреки этому, ты грешишь против самого Христа. Или ты не слышишь, как часто в Ветхом Завете Моисей говорит, что Бог есть ревнитель. И сам он говорит, ревновал по Иерусалиму, Захария 1.14. И в Новом Завете Павел взывает, ревнуя о вас ревности Божией. 2. Коринфянам 11.2. Этого одного без всего прочего достаточно было бы для того, чтобы тронуть душу не слишком недужную и отчаянную. Это так страшно или вернее более утешительно, нежели страшно. Ибо ревности не было бы, если бы не предшествовала ей горячая и пламенная любовь. Так что она служит знаком сильной и пламенной любви Божией и расположенности. Ревность в Боге не есть страсть, но желая выразить свою незреченную любовь, он часто употребляет такое название. Мы же при великой бесчувственности своей впадаем в человеческие нас Бога оскорбляем, а тем, которые не могут достать никакой пользы, всячески угождаем. Может ли тебе жалкое принести столько же пользы это непристойное сожительство, скольких оно лишает тебя сокровищ? Смотри, оно низводит тебя с небес и сгоняет из духовного брачного чертога, отлучает тебя от небесного жениха, навлекает на тебя вечное наказание и мучение, не имеющее конца. Хотя бы тысячи рудников золота предлагал тебе живущий с тобою, хотя бы подчинялся тебе более купленных рабов, хотя бы доставлял тебе и чести, и спокойствие больше, чем самой царицы, при всем том, не следовало ли бы тебе чуждать и отвращаться от него, как от заразы и врага, который больше отнимает, нежели сколько дает. Тебе надлежит помышлять о благах небесных, о тамошнем царстве, о бессмертной жизни, о неизреченной славе, а ты помышляешь о земных предметах, и тому, кто в отношении к ним представляется полезным, угождаешь, как владыки, не скрываешься и не молишься, что под тобой разверзлась земля и таким образом ты отошла отсюда. Ты указываешь не на слабость женского пола, на исправление человеческих нужд, на домашнее спокойствие, изобретая и составляя недействительные предлоги, но этим не обманешь имеющих ум, потому что нет, нет такого спокойствия, которое делало бы необходимой такую непристойность. Женщина, если захочет, может удовлетворительно служить не только себе, но и многим другим. И в начале, когда мужчина получил в удел общественные дела, она получила выдел исправлять и устроять все внутри дома. Таким образом, не по нужде спокойствия вы привлекаете к себе в дом мужчин, но разве, скажете, для прелюбодеяния распутства? Я не могу сказать этого, да не будет. И даже говорящих это не перестаю укорять. Но, ой, если бы возможно было разубедить их. Какая же, скажете, причина делает это сожительство вожделенным для нас? Страсть тщеславия, и как мужчин пустое и жалкое удовольствие, так женщин страсть тщеславия влечет к этому сожительству. Весь род человеческий, можно сказать, тщеславен, но особенно женский пол. Ибо, если они спокойствии не нуждаются, как доказано, не придаются распутству вместе с ними, то вполне очевидно, что остается подозревать только это одно. 280. Итак, нашедший самый корень зла, оставим на конец обличений станем увещевать и убеждать. Как из мужчин, живущие вместе с детственницей, думают находить в этом удовольствие, а испытывают тщайшее мучение, ибо единственным чистым и прочным удовольствием была бы разлука с ними, так и они. Кажется, они думают, что отсюда происходит некоторая слава и знаменитость, но если исследовать тщательно, то они навлекают на себя смеяние, стыд, порицание и крайнее бесславие. Об этом мы уже сказали кратко и вначале, но скажем и теперь. Пусть будет, если хочешь, сожитель не из простолюдинов и не из презренных людей, но из имеющих великую силу в церкви. Пусть будет предметом удивления у всех своего рода и по силе красноречия и по благочестии и во всех отношениях пусть будет знаменитым. И однако при всем том, он не может сделать сожительницу знаменитую и почтенную. Ибо тому, кто хочет приобрести себе славу от дружбы с кем-нибудь, должно прежде всего охранять славу доставляющего прославления. Если же она будет посрамлена, то тем более сам он унизится. Как от испорченного источника и текущие около него потоки заимствуют испорчены. И от гнилого корня плод еще более бывает заражен гнилостью. Так и теперь, когда тот, от которого девственница ожидает себе славы, сделается смешным вследствие сожительства с нею, то и она прежде него и вместе с ним подвергается осмеянию. И если о женщине прежде у многих была хорошая молва, то он поступив к ней, лишит дом ее этой молвы, а никак не доставить ей другую лучшую. Также, если он пользовался таким о себе мнением, то и с ним будет тоже. Таким образом, это сожительство не увеличивает хорошую молву о вас, но лишает вас и той, какая была, и навлекает на обоих дурную молву, которой не было. И благовременно теперь сказать то, что пророк сказал об иудеях. «Если может ли сменить Ифиоплянин кожу свою и бар с пятна» Иеремия 13.23 Так эти сожители очистятся ли когда-нибудь от срамоты своей, которая как некая язва на теле пятнает общественное мнение о них обоих, затемняя все добрые их качества. Ну и может быть они считают славой для себя самые господцы над мужчинами? Однако это весьма смешно. Этим особенно отличаются одни только блудницы. Женщинам же благородным и целомудренным не свойственно восхищаться такими сетями. В этом заключается даже еще особая причина бесчестия, так как тем более они господствуют над мужчинами и чем сильнее подчиняют их себе, тем более посрамляют самих себя вместе с ними. Ибо не порабощающие мужчин женщины, но уважающие их, бывает у всех и почтенно, и если же они не послушают наши слов, то может заградить им уста закон Божий, который говорит так, и к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою, ибо глава жене муж. И во многих других местах можно найти такое постановление и такой издревле существующий порядок. И великий бывает срам, когда верхнее делается нижним, глава становится внизу, а тело вверху. Если же это постыдно и в брачном состоянии, то гораздо более в таком сожительстве, в котором уже дурно не только то, что нарушается закон божественный, но и то, что навлекается очень дурная молва и на мужчину и на женщину. Если самое сожительство постыдно, то гораздо более порабощение сожительница. господство не всегда доставляет похвалу, но бывает, что и негосподствующую застаивается честь, и господствующую подвергается посрамлению. Итак, если хочешь быть уважаемым от мужчин, то не имей с ними общения, удаляйся от их сообщества лицезрения и сожительства, тогда и женщины будут восхищаться тобою, и все мужчины будут уважать тебя, как действительную девственницу, неотлучно пребывающую при женихе, тогда не только домашние, но и язычники, иудеи, и весь род человеческий будет одобрять тебя. Посему, если ты ищешь славы, то иди этим путем, а не противоположным, тогда тебя уже не станут называть принадлежащей такому-то и такому-то, а Христовою. Другого равного этому отличия никогда не может быть тебе ни от кого. Разве это маловажно, скажи мне, когда каждый день станут возглашать и повторять и на торжеще, и в домах, и в других городах, что такая-то девица очень молодая и весьма благообразная, имевшая возможность, если бы захотела, приобрести себе многих покровителей, не пожелала этого, но решилась лучше потерпеть и перенести все, нежели изменить любви ко Христу и помрачить свет лиц целомудрия. Блажена она едва же и трижды многократно. Каких удостоится она благ, какой получит венец, какой сподобится награды, соревнуя самим бестелесным силам. Это и подобное тому, все станут говорить о ней и представлять ее в пример для подражания дочерям своим. Захочет ли кто ободрить живущую благопристойно или вразумить распутную, все опять будут выставлять похвальное ее качество и не только при этих случаях, но и тогда, когда просто зайдет речь о девстве. Все так будут хвалить ее и не только живущая благопристойно, но и те, которые старались и употребляли все меры, чтобы увлечь ее, но потом были презренны ей и оставлены без внимания. Столь великая, еще гораздо больше исказанной будет пользоваться она славою, а имеющая сожителей совершенно напротив. И во-первых, когда какие-нибудь нечестивцы станут порицать девство, то обе они придут на память в таких разговорах, но первое тверзая уста защищающим, а последнее порицающим. Потом, когда нужно кого-нибудь вразумить или исправить, то первое вставляется как бы рочество, утоляющее боль и способное истребить гнилость и украшает речь учителя, а последнее ставится наряду с постыдной женщиной, и хотя бы она и не присутствовала при этом, ее подвергают осуждению посрамлению, ибо при упоминании о каждой согрешающей необходимо и она опять осуждается и посрамляется. И где бы ни зашла речь об этом предмете, везде первое называется блаженное, а последнее жалкое и несчастное и тому подобными названиями. И как ту не только знающая, но и не знающая, не получавшая от нее никакого благодеяния, прославляет и восхваляет, так и эту и знающая, и не знающая, и не потерпевшая от нее никакого зла охуждают и поносят, ибо праведно живущих хвалит и прославляет не только знакомые, но и незнакомые, и даже самые враги, а распутных и дурных охуждают и друзья. Это дело промышления Божия. Господь внедрил в нас такое расположение к добродетели, такое отвращение от порока, что ее одобряют все и непричастные к ней, а порок осуждает отвращающиеся от него и предающиеся ему. Отсюда видно, что нерадивых девственниц отвращаются не только знающие, но и незнающие их, а больше всех сами сожители их. Подлинно. Хотя бы они сильно уверяли, что любят и уважают вас, хотя бы изъявляли благодарность за удовольствие, которое вы доставляете им, но в совести своей они ненавидят вас, когда немного опомнившись, поймут, в какой сети они находятся. Таково зло этот порок. Даже те самые, которым вы угождаете больше всех, осуждают вас больше всех, потому что быв допущены во внутренней убежище и проникая во все ваши тайны, больше всех знают ваши дела. А что они ненавидят вас, видно из следующего. Они тысячекратно хотели бы избавиться от этой страсти и тяжкой болезни, но препятствуют привычке и некоторой кажущейся удовольствии. Бывает такая болезнь, от которой желают избавиться но находят удовольствие и в ней. Так бывает и с этой. Хотя бы кто ни был как бы жалок и несчастен, он не может быть столь отчаянным и склонным к посрамлению собственной чести, чтобы пожелать жить в бесчестии, быть на устах у всех предметом осуждения, осмеяния и порицания и общего зрелища на торжеще, где все, как скоро он является, пальцами указывали бы ближним на него, как на постыднейшего. Так немалое огорчение получают они подозрительности, которые постоянно тревожат их совесть и упор не всякого черви терзает их душу. Если же тогда, когда посрамление происходит от людей, явно ничего не говорящих, но осуждающих дома и между собой бывает такое огорчение, то когда мы отойдем к самому жениху оскорбленному, когда и тайна сделается явным, когда откроются и сердца, и речи, и расположения, и взгляды, и помышления, не говорю о более постыдном, когда вообще все откроется и обнажится перед всей Вселенной, тогда мы какому подвернемся без чести, наказания и мучения? Тогда, если наша душа не предстанет сияющей так, как следует, преданной этому жениху, если не будет чисто от всякой нечистоты скверной порока, то погибнет и подвергнется крайним бедствиям, потому что, если незначительное пятно может извернуть ее вон, то когда будет великая нечистота и такое зловоние и тысячи ран со всех сторон, кто избавит ее от того наказания и мучения? если здесь так для всех гнусно и неприятна жизнь ее, что все отвращаются от нее и друзья и враги, то как она сможет войти в царское преддверие, оскверненное такой грязью? 284 Не видишь ли ты, что и в дом человека простого и незнатного никто не впустит свиньи запачканной грязью, но все отгоняют и преследуют и затворяют двери и уходят от нее далеко? Если же и без словесного животного и притом привыкшего к грязи люди не позволяют спускать в дом нечистотою, то как в небесные обители, где такой блеск, где все светло и неприступный свет, где находятся девы, сияющие светлее всякой молнии, как сможет кто-нибудь войти столь оскверненным? Девы, не имеющие или были удалены от брачного чаттога? Как же вы надеетесь войти в те неприступные обители? А ваш грех еще тяжелее их греха. Им ни одно и то же не подавать телесной пищи и губить многие души. Те не обижали бедных, но так как они не давали им своего и не избавляли их от бедности, то и потерпели это. А ты и обидела и отогнала от чертога и не только не оказала никакой пользы, но и причинила величайший вред. Если же не принесшие пользы потерпели такое наказание и притом сохранили детство свое неповрежденным, то те, которые при бесполезности своей причинили еще величайший вред и себе самим, и сожителям, и соблазнившимся, и важнее того оскорбили имя жениха, какому подвергнуться наказанию. Разве вы не знаете, какое вы приняли на себя дело, на какой выступили подвиг, какую избрали часть борьбы. Какое наследовали место в воинстве? Вы стоите около самого военачальника, или лучше около самого царя, и сражаетесь. Как на сражениях, все войско занимает не одно место, но одни помещаются на крыльях, строят другие в середине, иные позади, иные украшают переднюю часть отряда, а иные везде, где является царь. Вместе с ним появляются и двигаются, так точный сон действенник. Когда он действительно составляет сон девс, занимает не другое какое-либо, а именно это последнее место. Не столько те, которые носят золотые одежды и ездят на украшенных золотых конях, и носят золотые и осыпанные камнями щиты, должны предвещать пришествие царя, сколько девственница пришествия Христова, ибо те появляются при царской колеснице царя, а она сама бывает, если захочет, и царской колесницей, как Херуимы, и предстоит ему, как Серафимы. 287. Итак, она, выходя на площадь, должна бы являться образцом всякого любомудрая изумлять всех, как бы ангел, ныне сошедший с неба. Если бы кто-нибудь из самих Херуима явился на земле, то он привлек бы к себе всех людей, так и девственница должна располагать всех взирающих на нее к изумлению и удивлению ее святости. Когда она идет, придет как бы по пустыне. В церкви сидит в глубочайшем молчании, не обращает взору ни на кого из проходящих, ни женщин, ни мужчин, а только на своего жениха, как бы присутствующего и видимого. Когда она пойдет домой, то опять беседует с ним в молитвах и слышит только его голос через Писание. Находясь же в доме, она помышляет только о нем, своем возлюбленном, оставаясь как бы странницей, пришелицей и гостью. И делает все так, как следует делать чуждой всего здешнего, избегает не только взоров мужчин, но и общества мирских женщин. И о теле своем заботится столько, сколько требует лишь необходимость, а все попечение свое обращает на душу. Кто же не будет удивляться, кто не станет изумляться, видев женщине ангельский образ жизни? Кто осмелится приступить к ней? Кто из людей решится коснуться столь пламенной души? Посему все волею и неволею все станут отступать от нее, все будут изумляться, видя как бы раскаленное и блестающее золото. Золото и по природе свое имеет великий блеск, а когда оно получает еще блеск от огня, то зрелище бывает еще величественнее и поразительнее. Если так бывает с веществом, то когда это произойдет золотою душою, тогда будет зрелище вожделенное не только для людей, но и для ангелов. Для чего же ты украшаешь себя одеждами, имея украшение от этого пламени? Одежда дана нам не для того, чтобы мы украшали себя, но чтобы прикрывали стыд ноготы. Не для того, чтобы мы облекались то, что может посрамить нас хуже ноготы. Поэтому Бог одел Адама и жену его в ризы кожаные, хотя он мог бы, если бы хотел, одеть их в прекрасные одежды. Но он издревле через это внушает нам, что теперь время не роскоши, а воздыхание и сокрушение. Если же самая нужда в одеянии есть стыд и срам и происходит от греха, то для чего ты увеличиваешь этот знак осуждения? Недостаточным ли доказательством нашего падения служит самая нужда в одеянии? Для чего же делаешь это унижение еще большим? Для чего увеличиваешь осуждение, умножая эту нужду? Следовало бы плакать и воздыхать и изнурять самое тело по учению Павла, а мы стараемся украшать покровы их, подобно тому, как если бы кто, имея опухоль на глазу и в поставленную необходимость покрывать ее, стал бы еще украшать эти покрывала. Почему Илья и Иоанн имели простое одеяние, облекаясь в кожаные хитоны и волосяные одежды, ибо они старались и стремились получить одежду нетления, а ты превосходишь и зрелищных женщин изыскностью одежд, прыщая ими рассеянных юношей. Не такого украшения убранства твоего желает жених, но он заповедал, чтобы все прославление его было в душе твоей, а ты, пренебрегая этим, разнообразно украшаешь грязь и пепел и привлекаешь невоздержных любителей и, так сказать, делаешь прелюбодеями всех, взирающих на тебя. Что таким образом ты обрегаешь себя великому пламени, этому и сам ты, я думаю, не станешь противоречить. А что затем следует и бесчестие и осуждение, это я постараюсь показать, обратив внимание на самих любителей. Когда украшающая свою душу имеет любителем красоты ее Бога, а ты людей, и лучше не людей, а свиней и собак, или какой-либо еще худший из бессловесных животных, то кто будет так безрассуден, чтобы считать тебя украшенной, лучше той, которая привлекает любовь Божию своим внутренним благообразием. И так, тем более ты увеличиваешь изысканность в одежде, тем становишься отвратительнее, удаляя от себя Бога и привлекая таких людей, и через это оказываясь более постыдной и безобразной. Ибо не безобразна ли та, которая не может привлечь к себе Бога? Если же так неприятно украшающаяся, то представь, как увеличить свою отвратительность еще имеющие у себя сожители. 286. Но если угодно, мы не упомянем только о сожительстве, а раскроем его, чтобы оно оказалось еще более постыдным. Так как они не боятся недремлющего ока, а стерегаются только людских взоров, то лишим их и этого утешения, выстояв на вид то, что скрывает и затеняет стены, и откроем двери для желающих видеть, прежде всего подняв их с постели. Но лучше, если угодно, не изложим наперед происходящее в их доме и положим, что сожительствующие разделяются стенами и спят в разных комнатах. Ибо я не думаю, чтобы кто-нибудь из них, хотя бы склонный к великой непристойности, до такой степени стал сформить себя, что и стал бы спал бы в одной комнате. Итак, пусть они разделены стенами. И что же? Этого недостаточно для того, чтобы избавить их от подозрения. Впрочем, не станем теперь говорить о подозрении хотя бы вместе с мужчиной жило множество служанок, а изложим пока другого рода непристойность. Случается, что они, проснувшись в одно и то же время, ни для стеночного обдения, ибо ничего благочестивого таких душ никогда и не может быть. Идут один к другому еще лежащему разговаривать между собой ночью. Что может быть постыднее этого? Если же случится сожительница и заболеть внезапно, тогда уже и стены бесполезны. Быстро встав прежде других, так как служанки часто медлят, он ходит к лежащей девственнице, оправдывает ее болезни, садится около нее и исполняет разные услуги, которые непристойно исполнять иногда только женщинам, бывает пристойно. И она не стыдится, но еще утешается этим. И он не только не совестится, но еще очень радуется. И тем более, чем постыднее то служение, которое исправляет, тогда и оправдается апостольское изречение «Слава их сраме!» Когда же встанут и служанки, то срам бывает еще хуже. Они с непокрытой головой, в одной нижней одежде, с обнаженными руками, как в тревоженной и пробужденной ночью бегут в ее присутствии, и лучше он обращается и бегает среди них, тогда как они исполняют все нужды. Этого что может быть постыднее? Когда прибудет и повивальная бабка, и тогда он не стыдится, еще хвалится в присутствии даже посторонних девиц, ибо имеет в виду только то одно, как бы оказать больной свои услуги, не сознавая, что чем более он оказывает их, тем более срамит и ее, и себя. И что удивительного в том, если он не стыдится пришедший, часто и в полночь он не ленится исполнить дело низких служанок, даже бежать к повивальной бабке. Когда жадар придет, его то выгоняют против воли, если он слишком бесстыден, то позволяют ему войти и сидеть. Впрочем, кто мог бы, даже употребив много усилий для посрамления его, изобразить его таким, каким он делает сам в себя. Когда же наступит день и нужно будет обоим вставать с постели, начинаются предостороженности и опасения, ибо и она не может безопасно выйти из своей комнаты, так как часто, входя, быть может, встречала неодетого мужчину, и он, опасаясь того же самого, иногда входит предвозвестив о себе, иногда без предосторожности, за что подвергается великому осмеянию, но я не стану говорить ничего более. Все это, хотя и маловажное, обыкновенно производит великий огонь невоздержания. Это еще больше того бывает в доме. Когда же он, отправившись на торжеще, возвратиться назад, то опять бывает большая непристойность. Входя в дом как в свой и не считая нужным предупредить об этом, он, находя сидящих у ней женщин, стыдит ее, и она часто испытывает то же самое. Так у них женщина считает постыдным принимать к себе женщин и мужчинам мужчин, а сами не отказываются жить вместе друг с другом, отказываются принимать к себе людей одного с собой и пола. Что может быть хуже этого? Случалось, что его находили и сидящим около мотающей нитки в клубок или держащей прялку? А кто может изобразить огорчение и ежедневные ссоры? Хотя бы между ними была великая дружба, может случаться и это. Я слыхал о некоторых, что они испытывают даже ревность, и где нет отсюда непрестанное падение, отсюда развращение, от этого детственницы делаются неблагородными, бесстыдными и бывает, хотя они распленны телом, но распленны нравами. Потому что когда она привыкает свободно разговаривать с мужчиной и сидеть вместе с ним и смотрит на него, и смеяться в его присутствии, и делать многие другие непристойности, нисколько не считая этого дурным, то срывается завеса девства и попирается в свет его. Поэтому они ни от чего не устраняются и ни от чего не отказываются, но бывает и свахами, и зачинчицами брака, исполнительности других дел и многим женщинам, желающим остаться во вдовстве, препятствуя, думая найти в этом оправдание своих пороков. Посему они и презираются всеми, посему и сами замужние женщины не стыдятся перед ними, как поступающие во всем лучше их. Подлинно гораздо лучше вступать в первый, во второй брак, нежели делать такие непристойности и считать себя у всех сводницами и бесстыдницами, лишаясь удовольствия брака и возлагая на себя бремя брака. Ибо что может быть тяжелее, как иметь у себя мужчину и заботиться об его делах? Бог освободил тебя от этого бремени и от повеления, что к мужу будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою. избавил от тебя девство. Для чего же ты опять навлекаешь на себя рабство? Христос сделал тебя свободной, а ты сама себе умножаешь труды. Он сделал тебя чуждой заботой, а ты вымышляешь в тебе заботой. 288. Так как я упомянула заботу, то благовременно мне говорящим об этом припоминается апостольское изречение. Если бы самое сожительство женщин с мужчинами и мужчин с женщинами освобождало от забот, то Павел призывая к воздержанию не сказал бы, а я хочу, чтобы вы были беспечальны. Как бы желая и этим побудить нас к тому. Чего хотите вы, говорит он, спокойствия и свободы? А разве вы не видите, что от сожительства с мужчинами происходит противное рабство и труды и многие беды? Поэтому многие, решившись мужей, часто не вступали снова в брак, чтобы не быть опять подвигом рабства. Вообще, хотя бы тебе пришлось жить в бедности и оставаться без всяких покровителей, ты веди жизнь добродетельную и не имея ничего общего с мужчиной, но входи в общение с женщинами, живущими благопристойно, и не потеряешь венца своего и будешь наслаждаться полной безопасностью. Если же это общение представляется тебе труднодостижимым, поищи его тщательно и несомненно найдешь, или лучше и искать ненужных. Как все мы прибегаем к свету, так и к тебе, если будут блистать лучи твоей жизни, прибегнут все женщины. Каждая с любовью предлагает тебе себя вместо служанки и будут считать тебя порой своего дома и украшением и венцом своей жизни по слову Христову. Ищите, говорит он, прежде царствие Божия и все сие приложится вам. А теперь мы, не родя небесным, по собственной вине лишаемся и житейского. Когда я говорю мы, то разумея не только мужчин, но и вас, женщин, и при том вас более нежели мужчин, так как и вначале жена получила тягчайше наказание, потому что она преимущественно содействовала обольщению. За это Бог и наказал обольщивший более обольщенного. Что же будет и ныне, если вы не захотите исправиться и возвратить свое благородство? Когда жена была обвиняема в том, что дала мужу от плода, она не осмелилась сказать, что ему как мужчине следовало бы не соглашаться и не обольщаться, но, умолчав об этом оправдании как ничего незначащим, обратилась к оправданию другому, хотя так же слабому, однако имеющему значение больше того. Отсюда видно, что скорее обольщенные могут слагать вину на обольстителей, нежели последние на обольщенных. Блудница приглашает расслевающего тела и, переспас с ним, потом отпускает его, а ты, пригласив повреждающего и расслевающего твою душу, держишь его постоянно в своем доме и не позволяешь уйти, налагая на него тяжкие узы ласкательством, угодливостью и другими действиями, и, думая, что прославляешься, посрамляешь саму себя. Разве ты не понимаешь, скажи мне, как кратко настоящая жизнь, как подобно одна она сновидением, увядающим цветам и скоро приходящие тени? Для чего же ты хочешь, насладившись теперь сновидением, тогда терпеть наказание в действительности? Впрочем, в этом нет и наслаждения, ибо какое наслаждение там, где осуждение, порицание, насмешки и соблазны? Даже если бы и было наслаждение, то что значит малая капля воды в сравнении с беспредельным морем? Слушай, честь, смотри, преклони ухо твое и забудь народ твой, дом отца твоего и пожелай царь красоты твоей. Солом 44 Вызывал некогда Давид к вселенной, находящейся в худом состоянии. Это и мы провозгласим тебе, изменив немного слова пророка и скажем вместе с пророком. Слушай, черь, смотри, преклони ухо твое и забыть дурную привычку твоей живущих с тобой ко вреду твоему и пожелай царь красоты твоей. Чего тебе больше этого? Что другое можем мы сказать, равное тому, когда ты приобретешь любовь владыки небес и земли, ангелов и архангелов и высших сил, освободившись от этих низких, подобных тебе рабов, посправляющих твое благородство. Посему здесь и прилично окончить речь, ибо мы не можем сказать ничего равного этой чести. Если имеющий женихом своим царя земного считает себя счастливее всех, то ты имеешь женихом своим не царя земного и не подобного тебе раба, но царя небесного, превышающего всяко начальство и власть и силы и всякое именуемое название, сидящего выше херумиву, потрясающего землю, распростершего неба, страшного для херувимов, неприступного для серафимов и не только женихом, но и любящим тебя, и любящим сильнее всякого человека, как не оставишь все здешнее, хотя бы даже наближало отдать самую душу. Итак, если этого одного слова достаточно для того, чтобы исправить человека, хотя бы он был грубее всякого свинца, и устремить его к горним обителям, то мы здесь, оканчивая свое слово, увещеваем тебя, воспевать это изречение, как бы некоторую божественную песнь, и дома, и на торжеще, днем и ночью, на пути, и в горнице, голосом, мыслью, и непрестанно повторять душе, слушай, душа моя, смотри, преклони ухо твое, и забудь дурную привычку свою, и возжелай царь красоты твоей. Если ты будешь постоянно повторять эти слова, то сделаешь душу чистейшей всякого золота, так как это изречение сильнее огня воспламеняет душевные помыслы и очищает всякую нечистоту во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава во веки веков. Аминь.